В субботу в Эстонию с официальным визитом приедет королева Дании Маргарета II. Согласно легенде, ровно 800 лет назад, 15 июня 1219 года, появился флаг Дании. И Таллин впервые был упомянут в хронике Ливонии. Подробнее о визите королевы и многовековой истории Эстонии и Дании поговорим сегодня с генеральным директором Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел. У нас в гостях Лауре Бамбус. Доброе утро. Доброе утро вам и всем телевизорителям. Доброе утро. Королева прибывает в Эстонию на корабле, что тоже, наверное, символично, потому что обычно главы государства прилетают на самолете. Ну, разве что латвийский президент к нам на машине из Риги приезжал. Действительно это так. Но королев Дании, чье имя полностью это Маргарета Александрина Торхольд Ингрид, пребывала в Эстонию еще два раза. И один раз также пребывала уже на своей яхте Даннеброк. И в этот раз она тоже пребывает к нам на своем любимом корабле и уже в эту субботу, как вы уже сказали. И все могут прийти посмотреть, как она пребывает в летную гавань. Как мы понимаем, этот визит не государственный, а официальный. Поясните, пожалуйста, в чем различие государственного визита от официального? Монавки, которые уже были в одной или другой стране с государственным визитом, не могут уже приехать опять-таки с госвизитом. И поэтому она называется официальный визит. Визитов на самом деле очень много. Кроме официального, есть еще рабочий, частный, транзитный и так далее. То есть государственный визит, он не может быть повторным, правильно? Правильно. И государственный визит, это, конечно, по своей уровне самый высокий визит, который может глава государства сделать в одну или другую страну. Маргарета II была уже в Эстонии с государственным визитом в 1992 году по приглашению президента Мэри. И второй раз, когда она была в Эстонии, она была в 2001 году с частным визитом на острове Сарема. Какова программа визита королевы Дании в этот раз? В этот раз она будет только в Таллине. Как я уже сказал, где-то около половины десятого утра она прибывает в летную гавань. И где-то около десяти мы должны быть все готовы, чтобы уже торжественно организовать приветствие в той же летной гавани. После этого будет встреча с президентом, с Керсти Кальюлайт. Далее открытие выставки в Кадрёрском художественном музее. Будет еще открытие другой выставки в Кикен-Дикёк. И если люди могут прийти посмотреть, поприветствовать королеву в летной гавани, то другое место, куда мы все тоже приглашаем людей, это на площадь Свободы, на площадь Фавадуса, где будет проводиться большое мероприятие, семейный день, посвященный двум флагам государства. Это тоже в субботу? Это тоже в субботу с 11 до 16 часов. И королев также придет поприветствовать людей и посмотреть на концерт, который будет на площади. А что будет за концерт на площади? Кто будет выступать? Там будут выступать хоры и из Дании, и также из Эстонии. Я думаю, что точную программу можно уже найти на сайте семейного дня. Мы также знаем, что наш президент Керсти Калилайт даст в честь королевы Маргареты Второй ужин. Где этот ужин будет проходить? В этот раз мы решили, что ужин будет проводиться в центре Арвоперта, то есть показать новые здания. Также будет маленькая встреча королевы с маэстро. Будут приглашены, кроме официальных делегаций, также очень многие деятели культуры, образования. Так что это тоже, конечно, всегда такой маленький элемент либо государственных визитов, или официальных визитов прием в честь наших гостей. Ну а вообще прием монаршей особо отличается от приема других дипломатических представителей разных стран? На самом деле не очень, потому что мы стараемся всех наших гостей принимать как королей, королев. Но может какие-то условности есть на дипломатическом уровне, по протоколу полагается? Конечно, мы должны учитывать меню, мы должны учитывать, какие там цветы могут быть переданы одной или другой особе. Такие маленькие нюансы есть, но, как я уже сказал, мы стараемся всех принимать очень так, равно. По высшему разряду. По высшему разряду, именно. Но Таллин, как мы знаем, это Таанилин, то есть датский город. Насколько сейчас Таллин или Эстония и Дания связаны между собой? Насколько много у нас заимствовано из датской культуры? Здесь уже было сказано, что вот с 1219 года многие такие строения стали строиться именно в датское время. И, например, Домская церковь, которая является главной церковью, лютеранской церковью в Эстонии сейчас, тоже упоминается первый раз в начале XIII века. Хотя строения, которые мы сейчас видим на Выжгороде, это стали строить где-то в 2030 году. Мы знаем еще сад датского короля в Старом городе. И в этот раз королева откроет еще один сад. Это будет посвященный королеве, то есть датской королеве. Это не подверг, а от Кикенди-Кек, башня Кикенди-Кек. И тоже будет открыт в эту субботу. А Эстония принимает участие в каких-то праздничных мероприятиях в самой Дании? Да, действительно, потому что мы параллельно будем иметь связь с Данией, где наш посол будет с кронпринцем Фредериком, наследием принца королевы Маргареты II. И они будут в Дании тогда тоже участвовать в мероприятиях, посвященному флагу Дании, который на самом деле, конечно же, самый старый государственный флаг в мире. Да, то есть ни одно государство так долго свой флаг не использует, как Дани. И что касается, конечно, наших сотрудничеств, то сегодня мы очень тесно сотрудничаем и в сфере дигитальной связи, а также в милитарной. Также у нас очень много и культурных, и других связей. Спасибо. У нас в гостях был генеральный директор Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Лауре Бамбус. Спасибо. Ну а визит королевы – это лишь часть праздниц в честь 800-летия со дня первого упоминания Таллина. На протяжении года в Таллине пройдут выставки, лекции, кураторские туры, тематические дни для детей и взрослых и исторические прогулки. Познакомиться с полной программой мероприятий можно на сайте, который вы видите на своих экранах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...